Новые подробности в скандальном деле. Напомню, в Марксе дежурную скорой помощи обвиняют в том, что она не отреагировала на вызов, в результате чего скончалась мать двоих детей. Наша съемочная группа провела собственное расследование и выслушала точку зрения на эту ситуацию самих медиков. Как все было на самом деле, попыталась выяснить Елена Губенкова. Я стоял около кухни, она на меня глаза поднимает. Валя, ты что, весь в крови? Тогда я испугался и начал звонить в скорой. В тот декабрьский вечер Валентин не на шутку испугался. Его жене внезапно стало плохо. Когда мужчина позвонил в скорую, там поставили диагноз заочно. Выслушав симптомы, дежурная сказала, что нужна капельница, но скорая ее поставить не может. Посоветовала вызвать частного врача. Валентин так и поступил. Но медик спасти Оксану не смогла. Через несколько часов женщина умерла в собственной постели. Они посоветовали, нет, вам надо поставить систему. Я говорю, ну девушка, ну дайте мне, кто поставит систему, я заплачу, я все сделаю. Измерила давление, давление таблетки дала, поставила капельницу, прокапала, деньги взяла и уехала. Он лишился не только жены, но и матери своих дочерей. Младшей недавно исполнилось три. Ей не сказали о том, что мама умерла. А вот в скорой помощи уверены, жену Валентин потерял еще раньше, когда женщина начала пить. Сотрудники отделения утверждают, Оксану знали в лицо. Она не раз попадала к ним с алкогольным отравлением. Так было и в тот вечер. Нам обращалась на скорую неоднократно. У нас есть документы, подтверждающие, что машина скорой помощи выезжала к ней не раз с диагнозом алкогольное опьянение. В последний раз отказали ему в выезде скорой помощи. Наш фельдшер, да, действительно виноват. Но ее не оставили без помощи, а передали вызов частному лицу, который откапывал ее на дому. Расследование по делу еще не закончено. Но даже если экспертиза подтвердит, что в крови погибшей был алкоголь, ответственности с дежурной это не снимает. Специалисты говорят, на вызов должны были отреагировать в любом случае. Если гражданин обращается за оказанием медицинской помощи, то самостоятельно фельдшер скорой помощи или диспетчер, принимающий это медицинский работник, не вправе принять решение по отказу в оказании медицинской помощи. Помощь будет оказана, обязана быть оказана в обязательном порядке. Машина должна быть направлена в бригаду для оказания медицинской помощи. Валентин уверен, если бы скорая отреагировала как нужно, жену могли бы спасти. А потому будет добиваться наказания. Мужчина написал заявление в прокуратуру, чтобы по факту неоказания медицинской помощи его жене провели проверку. Но впоследствии дело передали в районную полицию. Все обстоятельства этого дела сейчас расследуются марксовскими полицейскими. В ближайшее время будет принято решение, возбуждать или нет уголовное дело. Не исключено, что сопоставив все факты, правоохранители ограничатся только административным взысканием в отношении дежурной, не отреагировавшей на вызов. Елена Губенкова, Евгений Шееченко, РЕН-ТВ, Саратов.